К Брюсу подошли братья масоны и сказали, мы хотим вас представить человеку, который в Англии решает всё. Это этот господин, вы, конечно, его узнали. Это сэр Кристофер Рен, величайший английский архитектор всех времён. Это парадный портрет, и он изображён на фоне своего детища с собора Святого Павла, Сент-Полт-Кафедра. Рен возглавлял две ложи в Англии, Святого Павла и Святого Андрея, и был формально главным масоном Англии, ну и, возможно, и всей Европы тогдашней. Но! Неформальным лидером, настоящим интеллектуальным и духовным авторитетом был брат, которого называли гермет, отшельник. Узнаёте? Это сэр Исаак Ньютон. Но Ньютон жил за дворником, никого не принимал, о нём ходила байка, что он в двери своего дома сделал две двери для кошки и кота, чтобы они его не беспокоили, шастали туда-сюда, когда хотят. Он и королю не выделял внимания, и добиться его аудиенции было тяжелее, чем у короля. Но Рен попросил, рекомендация сэра Кристофера «Золотой ключ ко всем дверям» Ньютон Брюса принял. Это было великое счастье, по-моему, для всей судьбы российской державы. Брюс произвёл на Ньютона прекрасное впечатление. Ньютон выслушал планы государя о переустройстве России, ничего же ещё не было. Ничего. Всё было только в прожектах. И Ньютон сказал свою знаменитую фразу «It's doable!» Это возможно, это достижимо. Но нужны два архимедовых рычага. Каковы? Деньги и церковь. По поводу церкви сказал «Я вам не помогу». У него были очень сложные отношения, мягко говоря, с церковью. И религиозные взгляды более чем своеобразные. Кстати, на вопрос «Кто вы по профессии?» он часто говорил «алхимик». Заметьте, да? Не физик, не оптик, не механик, не собственно химик, а вот алхимик. Любопытные у него были воззрения. Главными своими трудами всей своей жизни считал богословские комментарии на книгу Иезекииля. Кто из нас это изучал? А законы Ньютона знают все. Как интересно, не совпадают человеческие представления о себе с тем, как судят потомки. Да, личность Ньютона колоссальна. И его алхимическая, каббалистическая, масонская ипостаси – это тема для огромных романов, на самом деле. Одна из мощнейших личностей во всей истории человечества. Но нас он интересует в какой связи. Брюс попросил Ньютона принять царя. Ньютон сказал «хорошо». Добавил еще ренд свою рекомендацию. Петр не произвел на Ньютона впечатления. Никакого. Но зато было исхлопотано разрешение Петру трижды посетить монетный двор, который Ньютон тогда опекал. И Брюс понял систему, благодаря которой Ньютон преобразовал английскую финансовую систему тогда полностью, радикально. И сделал Англию на долгие годы крупнейшей экономической державой мира, а Лондон – финансовым центром, который сам до сих пор на этого звания не утратил. Продолжение следует...